Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о пределах рассмотрения гражданского дела в кассационном суде. В очередной раз, сталкиваясь с вопросами кассационного обжалования, в очередной раз сталкиваюсь с трудностями, которые переходят из раза в раз. Потому что когда общаешься с людьми, которые подготовили кассационную жалобу или просят подготовить кассационную жалобу, изготавливают кассационную жалобу, просят рецензию на нее, очень часто человек, излагая обстоятельства, не зная особенностей кассационного производства, говорит о том, что давайте мы включим новые доводы, давайте мы вот здесь скажем еще об этом, давайте мы включим новые основания, расширим предмет и кассация посмотрит и удовлетворит наши требования. Дорогие мои, весь вопрос в том, что пределы рассмотрения кассационной инстанции гражданского дела заключаются в том, что суд рассматривает дело только в пределах предмета и в пределах тех оснований, которые были на рассмотрении суда первой инстанции. Точно в таких же пределах рассматривает апелляция, то есть выйти за те предмет и за те основания, которые были изложены стороной в суде первой инстанции, ни апелляционная инстанция, ни кассационная инстанция права не имеют. Да, можно поменять либо предмет, либо основание в суде первой инстанции, но поменять предмет или основание, либо расширить его в суде кассационной инстанции, непозволительно. Точно так же, как непозволительно это делать в суде апелляционной инстанции. Это не значит, что не могут возникнуть или не могут быть не учтены иные предметы, обстоятельства, которые относятся к этому делу. Но, если такое имеет место быть, это может служить основанием для возбуждения вами нового искового или иного производства. Поэтому, дорогие друзья, это важно понимать, потому что некоторые приходится наблюдать, когда люди растрачивают себя на ничтожные доводы, которые ни суд кассационной инстанции, ни суд апелляционной инстанции не будут рассматривать, поскольку они выходят. Это новый предмет, новые основания, и они не звучали в первой инстанции. Вот, это характерный пример, когда сторона говорит о том, что, а вот мы в пояснениях даем, что у нас были еще новые основания. А апелляция прямо в определении пишет. Это не было предметом рассмотрения суда первой инстанции, поэтому мы эти доводы не рассматриваем. Точно так же и в касации. Это не было предметом рассмотрения суда первой инстанции, поэтому мы эти доводы не рассматриваем. Это то, что касается пределов рассмотрения судом кассационной инстанции. То, что касается пределов, доводов вашей касационной жалобы, вот не следует путать именно эти понятия. Пределы рассмотрения касационной жалобы. Например, суд касационной инстанции, мне многие говорят, так суд же касационной инстанции может выйти за пределы касационной жалобы. Это совершенно другое. Например, суд рассматривает дело в пределах доводов стороны, рассмотренных в суде первой инстанции, но суд касационной инстанции может выйти за пределы касационной жалобы. То есть рассмотреть дело не только в пределах касационной жалобы и проверить на вот такие-таки нарушения, на которые указала сторона, но может выявить собственным исследованием всего дела иные нарушения, о которых не говорилось в касационной жалобе, и приняв их во внимание, отменить дело. Вот такое может быть. Вот это, дорогие друзья, следует учитывать. И в очередной раз говорю, если будет необходима какая-то практическая помощь, совет или рецензия на касационную жалобу, составление иных документов, обращайтесь. Всегда с удовольствием помогу. Удачи вам в ваших делах и выигрывайте суды. Счастливо.